МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На страже порядка подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отметили 66-ю годовщину со дня образования, где и как правоохранители встретили свой профессиональный праздник. И назад в прошлое в Нейнмаре состоялся концерт, посвященный вековому юбилею ВЛКСМ, главной советской молодежной организации, через которую прошли десятки миллионов человек. Об этом и не только смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги дня в студии. Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Почему обращение граждан не находит ответа у представителей власти? Как решить проблему с поставкой продуктов питания в Андерму? И почему у жителей региона нет четкого понимания, когда их переселят в новые дома? Эти и другие темы обсудили на расширенном совещании при губернаторе округа. Все подробности далее. Уже в начале расширенного совещания губернатор округа дал ясно понять от своих подчиненных. Он ждет нехвалебные оды о докладах проблемах, которые есть и которые нужно решать. Мне каждый раз рассказывать, как вы замечательно работаете. Я это сам вижу. А те проблемы, которые есть, я не узнаю. Или узнаю потом самостоятельно, где-то обращая внимание на ресурсы публичные, которые у нас есть. На одном из таких ресурсов своей проблемой поделились жители Андерма. Из-за штормов поставка продовольствия в арктический поселок находится под угрозой срыва. В местных магазинах нет ни свежей молочки, ни овощей, ни фруктов. Люди вынуждены питаться консервами. Проблемы-то существуют с доставкой товара. Мы что, не знали, что есть проблемы, что у нас шторм, что вовремя не идет туда баржа? Мы как-то отреагировали? Нет, не отреагировали. Значит, товары не доставлены. Люди и так в непростых условиях проживающие чувствуют полную безысходность и начинают уже от отчаяния просто писать во все инстанции. И что мы с вами... Мы же заранее могли все это знать. Но это надо контролировать. Олег Евгеньевич, у вас же есть главы муниципальных образований, сельских поселений. Они должны вам вовремя об этом говорить. Вы должны, если либо справляться сами, если не можете справляться, значит, давайте вместе будем это делать. Коллеги, заранее. Но упреждение. Надо работать в тот момент, когда проблема возникает. По словам исполняющего обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Михаила Ферина, судно с продовольствием на борту для Амдермы вышло из Архангельска 6 октября. Восемь контейнеров до сих пор качаются в море. Хорошо, если за это время срок годности товаров не выйдет. По обеспечению Амдермы, я считаю, надо следующее предложение, которое мы своими силами сделаем. Там четыре предприятия, которые занимаются торговой. Значит, первое, мы запланируем, чтобы авансировать их перевозки. Это раз. Второе, перевозка воздушным транспортом стоит 295 рублей за килограмм. И авиаотряд просит предоплату. Предпринимателям это очень тяжело. И если мы решим с авиаотрядом этот вопрос о том, чтобы была какая-то определенная рассрочка, то это, скажем так, позволит стабилизировать ситуацию. Вот два таких предложения. В прошлом году по инициативе главы региона Александра Цибульского Амдермы включили в список населенных пунктов округа, для которых предусмотрен дополнительный вид господдержки субъектов торговли, обеспечивающих население продуктами. Размер субсидия рассчитывается, исходя из стоимости транспортировки продуктов, и составляет 80% от затрат на доставку наземным транспортом, 95% от затрат на доставку всеми остальными видами транспорта и 99% от затрат на доставку продукции местных товаропроизводителей. На данный вид господдержки предусмотрено финансирование в окружном бюджете. Хорошо, а в чем проблема, если возвращаться к Амдаме, в чем проблема с авансированием перевозок от авиаотряда? Понятно, что для авиаотряда гарантированный платеж, который мы с вами уже принято решение, который постфакту компенсируется. Ну они берут рейс предпринимателей, если они заплатят все сто процентов. Нет, понятно, почему вы говорите, есть проблемы с авиаотрядами. Мы не обращались, они... Вы решите вопрос через гарантийные письма. Есть же возможность, Александр Владимирович. Мы, Александр, к нам не обращались, конечно, мы подключимся, если нужно. Разберитесь неделю тоже, до пятницы посмотрите. Представить вариант решения продовольственной проблемы в поселке Амдама ответственным лицам поручено до конца рабочей недели. Не менее важный вопрос, который обсуждался на планерке, расселение жителей из аварийных домов. То, что касается 10-секционного дома, значит, там 3 секции уже, как я ранее докладывал, введены, уже приняты распоряжение администрации. Сейчас уже начнем выдавать, точнее, город начнет выдавать ключи. Значит, то, что касается остальных секций, то они идут, ну, с большим отставанием от графика. Значит, я думаю, что мы еще 2 секции в этом году введем, остальные секции, наверное, пойдут уже на следующий год. Ну, по крайней мере, мы видим такую перспективу. То, что касается дома на улице, пересечения с улицы Таковылка, ну, там закончили, в этом году, скорее всего, закроют тепловый контур и поставят крышу. Сдача будет, наверное, в март-апреле следующего года. По словам Александра Лидера, в завершающей стадии находится строительство двух домов по улице Поморская. Подрядчику необходимо устранить замечание гострожилнадзора по благоустройству. Глава региона Александр Цибульский отметил, что необходимо усилить контроль за исправлением нарушений подрядчиками. Это очень хорошо, что мы относимся с большим вниманием к качеству работы и выставляем большое количество замечаний. Но давайте мы не будем делать так, чтобы эти замечания не выполнялись потом в течение месяца-двух, и у нас постоянно откладывается введение объектов в эксплуатацию и предоставление нового жилья. В первую очередь, жилья мне интересуют граждане. Значит, давайте, вот если вы выставляете замечания, вы работаете с подрядчиком так, чтобы они устраняли их в кратчайшие сроки. Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что график расселения аварийных домов должен быть в открытом доступе для жителей. У нас растет количество справедливых обращений людей, о том, что они не понимают сроки переселения с ветхого аварийного жилья. Вот вы сделайте какое-то очень понятное для всех график, и публично его всем людям покажите, чтобы люди четко понимали свои перспективы. Когда у них есть шанс, исходя из тех темпов строительства, которые у нас сегодня заявлено, мы довольно много участков предоставили, значит, примерно когда они могут получить квартиру. Если мы увеличиваем, значит, значит, такой должен быть живой график всегда на сайте вашего департамента. Еще один вопрос, на который обратил внимание губернатор округа – неудовлетворительная работа портала «Народный контроль». По словам первого заместителя главы региона Юрия Мурадова, наибольшая просрочка по обращениям граждан существует у мэрии города. Мы на каждой стадии обращения отслеживаем, как ведется работа. К сожалению, вынуждены констатировать, что у нас большая просрочка по обращениям у города Нарьенмара. Есть данные о том, что модератор именно городской перестал вообще реагировать. Александр Цибульский поручил своим заместителям и главам администрации города и Заполярного района назначить ответственных лиц, отвечающих за работу по обращениям граждан через портал «Народный контроль». Губернатор также добавил, что сегодня электронные взаимодействия с органами госвласти для жителей региона – наиболее удобный способ обратить внимание на проблемы. Их нельзя оставлять без внимания. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На строительство молодежного центра будут выделены средства в рамках соглашения с недропользователями. Соответствующий протокол к соглашению о сотрудничестве между Русью и Петро и администрацией округа одобрен на очередном заседании. Планируется, что документ будет подписан сторонами в ближайшее время. Согласно заключенному протоколу к соглашению, компания «Недропользователь» софинансирует строительство молодежного центра в Наринмаре на сумму 170 миллионов рублей. Средства будут перечислены в бюджет в 2018 году. При поступлении их от недропользователя окружные средства, которые предусмотрены на строительство данного объекта, высвобождаются и могут быть направлены на иные цели. Сам контракт на выполнение работ по завершению строительства молодежного центра заключили 12 октября. Его цена составляет более 253 миллионов рублей. Плановый срок окончания работ – конец октября 2020 года. Сенсорная комната появилась в Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Необходимое оборудование было закуплено и доставлено в Наринмар в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией округа и компанией «Лукойл». Теперь сотрудники дома-интерната смогут обеспечить для постояльцев учреждения психологический комфорт, снять различного рода напряжения и даже достичь терапевтического эффекта. Сегодня психологическую разгрузку в новенькой сенсорной комнате Пустозерского дома-интерната для инвалидов и престарелых получают гости. Журналисты, сотрудники Департамента социальной защиты и представители компании «Лукойл». Вы можете смотреть, перебирать, думать о сегоднях поделанных дней. Например, со мной произошло столько хороших вещей. На специальном пульте 12 кнопок. Каждая из них включает определенный сигнал, который воздействует на пациента. В результате корректируется психоэмоциональное состояние, улучшается самочувствие. Использовать одновременно можно только два сигнала. Вот первая кнопка. Обратите внимание, сзади у вас начинает вращаться шар. Вторая кнопка. Шар начинает светиться. На него направлен прожектор «Зебра-50». В идеале, конечно, чтобы расстояние было до 7 метров. Но так как у нас площадь маленькая, свет получается рассеянный. Комната рассчитана на индивидуальные, групповые, до трех человек занятия. Человек, который приходит сюда, он получает и психологическую поддержку, и для коррекции его каких-то физических недостатков. При какой-то плоскостопии, вы сейчас не можете это ощутить, вот, уже идет воздействие на все органы чувства. Сенсорная комната в Пустозерском доме-интернате появилась благодаря инициативе губернатора Александра Цибульского. Во время одного из визитов он отметил, что учреждению не хватает такого помещения. Год прошел, конечно, нужно было сделать работы по перепланировке, то есть, впервые сделали помещение, ремонт провели. И после того, как ТПП «Луко» оказал нам помощь, были выделены средства на приобретение оборудования, было установлено здесь. И вот сейчас мы видим, что это одна из лучших сенсорных комнат в Нинско-Автономном округе. На обустройство сенсорной комнаты вместе с ремонтом помещения ушло более миллиона рублей. Часть средств выделила администрация округа, часть – спонсорская помощь компании «Лукоэл». Компания «Лукоэл» является социально направленной компанией и всегда поддерживает и будет поддерживать подобные проекты. Мы очень рады сегодня присутствовать на открытии данной замечательной сенсорной комнаты. Я считаю, что подобные комнаты должны находиться во всех специализированных учреждениях. Занятия в сенсорной комнате с постояльцами Дома-Интерната уже начались. Пока это индивидуальные сеансы небольшой продолжительности. Но положительный эффект уже есть. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 66-ю годовщину со дня образования отметили подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Группы задержания ежедневно заступают на круглосуточные дежурства, чтобы обеспечить правопорядок на улицах Ненинского округа. Поэтому многие сотрудники встречают свой праздник на боевом посту. Подробности далее. На сегодняшний день вневедомственная охрана Росгвардии в Ненинском автономном округе является одним из самых мобильных и боеспособных подразделений правоохранительных органов региона. Под централизованной охраной находятся более 200 объектов различных форм собственности, квартир и мест хранения имущества граждан. На маршрутах патрулирования группами задержания пресечено 8 преступлений и 750 административных правонарушений. Наша служба идет много со временем и постоянно совершенствуется. Со словами поздравлений к личному составу обратился начальник управления Росгвардии по Ненинскому автономному округу, подполковник полиции Александр Дмитриев. Хотел бы вас поздравить от себя лично и от руководства праздника, пожелать вам всего хорошего. Самое главное дело, чтобы в семье было у себя согласие, внимание. Нам надо обеспечить спокойствие граждан на улице общественных местах. Лучшим из лучших в этот день вручили ведомственные награды благодарности и ценные подарки за достигнутые результаты. Отдельное внимание руководство уделило ветеранам службы, стоявшим у ее истоков. Анастасия Саботович, Александр Вобрякович, Сергей Шарун, Телеканал Север. И в завершении на главной сцене Дворца культуры Арктика прошел концерт, посвященный вековому юбилею ВЛКСМ, главной советской молодежной организации, через которую прошли десятки миллионов человек. После более чем 70 лет существования в 1991 году исчезла в один день. Но до сих пор тысячи бывших комсомольцев по всей стране бережно хранят память о ней. В этом смогла убедиться и наша съемочная группа. С выноса легендарного знамени 1984 года, которое сейчас хранится в Ненецком краеведческом музее, начался праздничный концерт «Столетие ВЛКСМ». И многие ветераны в этот момент не смогли сдержать слез. Комсомольские поколения, о них сложено немало песен и стихов, написаны романы и сняты кинофильмы. Они внесли в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. Для первого поколения комсомольцев это были революции, гражданская война и, конечно, пятилетки. О их трудовом подвиге рассказала первая секретарь Наринмарского огоркома комсомола ВЛКСМ Ульяна Истомина. Ехали в тундру, обучали детей ненецкой тундры и создавали предпосылки для создания в округе интеллигенции из коренного ненецкого населения. Это об этом времени, по роли школы 30-х годов, потом Черчилль скажет, в Отечественную войну победила советская школа. На долю следующего поколения комсомольцев выпала Великая Отечественная война. С ее первых дней сотни тысяч членов Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, не дожидаясь повесток, добровольцами записывались в Красную армию и народное ополчение. Всего за годы войны в армию на флот было отправлено свыше трех миллионов комсомольцев. Юность третьих выпала на героические трудовые годы послевоенного восстановления страны. Они поднимали из руины пепла города, села, благодаря их труду оживали цеха и заводы. Нет той сферы жизнедеятельности, где не участвовали бы комсомольцы. Организация соревнований молодежных бригад, конкурсов профессионального мастерства, субботников и воскресников, выезды агитбригад с концертами для тружеников села, собирали металлолом и макулатуру, организовывали концерты и спортивные мероприятия, вела активную комсомольскую деятельность жительница Наринмара Нина Чашева. Вступила я в школе, где-то в числе первых нас приняли в классе, ну а потом в педучилище, а потом стала работать в пионерской вожатой. А пионерская вожатая – это та же работа с комсомольцами, с пионерами. Ну и у нас была хорошая связь с комсомольцами Печорского лесозавода. Мы туда на субботники ходили, помогали, собирали материалы у участников Великой Отечественной войны. Ну, хорошее было время. Теперь имя Нины Чашина и еще 332-х ветеранов комсомола, пришедших на концерт, навсегда войдут в историю Нинецкого округа. Было принято решение, что данные списки мы опускаем в капсулу. И эту капсулу мы сейчас попросим нам ее сюда принести. Праздничную капсулу с именами комсомольцев разных лет ветеран Нинецкого окружком комсомола в ЛКСМ Вячеслав Карипанов передал главному научному сотруднику отдела истории Нинецкого краеведческого музея Марине Калавангиной. Списки, которые сюда опущены, подскажут сотрудникам нашего музея, кому можно обратиться за фотографиями, воспоминаниями, другими документами, а может быть и предметами, чтобы полнее раскрыть и сохранить эту историю. Капсула, как и знамя Нинецкой окружной комсомольской организации, будет вечно храниться в Нинецком краеведческом музее. Также в рамках торжественного мероприятия Вячеслав Карипанов зачитал обращение ветеранов-комсомолок молодежи Нинецкого округа. Ответное слово держал директор Центра молодежных инициатив Даниил Исполинов. Спасибо вам огромное. Я вас заверяю, что сегодня есть продолжатель этих дел и традиций. У нас достаточно много организаций серьезных, молодежных. Это и Российское движение школьников, и Союз коммунистической молодежи, и Молодая гвардия Единой России, и Юнармия, волонтеры Победы, и другие молодежные организации, большие и маленькие, добровольческие различные, у которых, как и у комсомольцев 50 и 100 лет назад, есть общие черты. Это огонь в глазах и сердце, это желание работать в команде, желание помогать ближнему, строить наше светлое будущее. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.